В этот день 8 марта родились Александр Роу, советский кинорежиссер, автор таких фильмов, как «Морозка», «Огонь, вода и медные трубы» и другие. Яков Зельдович, ученый, один из отцов ядерной физики. В этот день 1857 года в Нью-Йорке был совершен марш пустых кастрюль. Женщины, вышли на улицу, требуя увлечения зарплаты. Спустя более полувека годовщина марша превратилась во всесоветский женский праздник. В этот день, в 1730 году, приглашенная на трон Анна Яновна разорвала кондиции. Конституционная монархия в России в тот раз не состоялась. Вторая дочь Ивана V, брата и соправителя Петра Великого, Анна, как и все дети царей, появилась на свет в крестовой палладе теремного дворца в Кремле в 1693 году. В три года она лишилась отца, а в 17 лет стала вдовой. Племянницу Петра выдали замуж за юного герцога Курлянского и Семигальского Фредрика Вильгельма. А уже спустя два месяца после венчания тот скончался. Поговаривают, вследствие неумеренного питья, так как накануне состязался тот с самим Петром Великим в всем грешном деле. И вот вдовствующей герцогене нет и 20 лет, а живет она вдали от семьи, на Тюжбине, в столицу Курляндии Митави. К этому многострадальному образу стоит добавить только то, что у Анны оставалась мать, но и та откровенно ее не любила. Лишь с супругой Петра Екатериной у нее оставались теплые отношения. «Ей-ей, у меня кроме тебя, свет мой, нет никакой надежды, и вручаю я себя в милость твою материнскую». Так писала Курлянская герцогиня, российская царица. В 1726 году мужем Курлянской вдовы чуть было не стал внебрачный сын польского короля граф Мориц Саксомский. Но из-за политических просчетов российского двора этот брак не состоялся. Вскоре свое место в сердце племянницы Петра займет барон Эрнст Иоганн Берон, темные стороны натуру которого уже в скором времени испытает российская дворянца. А в это время у российского трона шла беспрестанная возня. После смерти Петра Великого в помощь его вдове, импертрице Екатерине, был создан Верховный Тайный Совет из восьми близких к Петруюте. Когда царица скончалась, Совет уже обрел власть, равную государевы. И все по причине малолетства, восходящего на трон Петра Второго. Но через три года и он умер от устой. Всего обиднее от этого было князьям Долгоруким, так как именно на дату смерти было назначено венчание юного государя и княжны Екатерины Долгорукой. В отчаянии молодой князь Иван Долгорукий подделал завещание, по которому корона переходила к невесте. Другие вельможные лисы только смеяли эту неловкую попытку захвата власти. И в этот-то момент старейший член Совета князь Дмитрий Голицын и предложил обратиться к потомству брата Петра Ивана Пятого. Поскольку мужская линия этого дома полностью перерывалась в лице Петра Второго, нам ничего не остается, как обратиться к женской линии и выбрать одну из дочерей царя Ивана, ту, которая более всего нам подойдет. Он же и назвал имя новой императрицы Анна, герцогиня Курлянская. Эта кандидатура была выгодно оказалась всем членам Совета. Всю свою молодость она прожила за границей, не имела никакого влияния в России. Избрание бедной Курлянтки на престол давало членам Совета возможности доселе невероятные. Голицын тут же и предложил ограничить полномочия императрицы и оформить это в документ, кондиции, то есть условиях. Согласно этим условиям без Верховного Тайного Совета она не могла объявлять войну или заключать мир, вводить новые налоги, расходовать самовольно казну, производить в чины выше полковника, жаловать в бочину, без суда лишать дворянина жизни и имущества и так далее, и так далее. 20 января делегация выехала в Метаву, а 28 числа Анна подписала кондиции. Но план Тайного Совета стал рушиться, как только об условиях узнала остальное дворянство, не увидевшего в том учета своих интересов. Недовольство затеи Верховников нарастало, и приехавшая в Москву Анна скоро это почувствовала. И вот в начале марта 1730 года, несмотря на сопротивление Верховников, но при поддержке императорской гвардии, Анна приняла Челобитную от 166 дворян и при этом попросила подать и кондиции. И те пункты ее величества при всем народе изволила, приняв и за драк. Так была восстановлена вновь самодержавная, безусловная власть. И для России началось страшное десятилетие, названное Бероновщиной, по имени мстительного фаворита императрицы. До самого почти 20 века никто не дерзнет оговорить власть русского самодержца какими бы то ни было условиями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова